Пастор Потопаева ввела это служение. Кого, говорит, есть свидетельство? Я вышел молодой, с Богом человек, несмотря на свой возраст. Я говорю, мужики моего возраста, вот я бросил курить без всяких врачей. Бог меня освободил, я просил. И не слушайте, что вам будут говорить, что вас разнесет как бочку. Не слушайте. Пастор говорит, у вас все, я буду, да. Я уже собрался уходить, а стоит моя супруга и дочь, и Маша у меня, я не понимаю, что. И дочка моя всплывается в улыбке и дает по губам понять, поздравляем, у тебя же сегодня день рождения. Поздравляю! Это только Бог мог это сделать. Дать такое служение именно в твой физический день рождения. Восстать и Богу славу! Аллилуйя! АПЛОДИСМЕНТЫ Один именинник, один у меня еще дома, именинник, вернее у себя дома, моему сыну, 25 сентября день рождения. У моего мамы было 27 день рождения. Но она уже там празднует на небеса, но вы, это, давным-давно, еще с 12 моих юношеских лет. Слава Богу за Бога! Ты не была мамы, но был небесный папа, да? Слава Иисусу! Так что, кто хочет засвидетельствовать, просит, добро пожаловать. Давай. У кого есть свидетельства, сегодня служение исцеления, отец Сергея Журавлев, он имеет свидетельство о причастии, исцелении, и которого во время этого вы будьте внимательны, потому что Бог в это время может что? Исцелять, посылать слово, кому-то открывать. У него такое очень серьезное было свидетельство, первое ранее, когда он в армии за Иисуса Христа посадили, и Бог его крестил, православного священника, он уже шел к православным священникам, крестил Духом Святом в камере, кто спытывал его. И он заговорил именно иными языками. Да, правда я говорю? Вот, где-то, ну, я не до запятой, но где-то так, вот, я помню это свидетельство. А несколько, 4 года назад его арестовали за группу Евангелия, и блажен те, которые за Евангелие были арестованы, не за преступления, не за кинскрипитал, или еще какие-то фюреры, а за то, что он проповедовал Евангелие, призывал к покаянию людей. Поэтому это хорошее свидетельство в лице отца Сергия, и он уже у нас служил, и он пожелал послужить, и Господь мне положил в сердце, я помолился, и сегодня у нас будет благословенное в виде служения. Валера Васильевич послужил. Ну и ваше же свидетельство, это тоже служение, ибо, что? Кровью Иисуса Христа и словом нашего, твоего свидетельства, мы победили кого? Лукавого. А кто лукавый? Дьявол. А это значит болезнь, хандра, кстати, у кого-то такой камень был в горле, он ушел сейчас, помашите рукой. Это вы где-то, да, около вас, примите слово. Слава Богу. Аминь. Мы ходим, друзья, в церковь исцеления, и каждый день у нас происходит исцеление, но мы уже привыкли, что мы верующие, мы молимся, и, конечно, Бог за нас, кто против нас. А люди в миру, они не совсем еще это все понимают и воспринимают. Вы знаете, я молюсь, молюсь в парадном, за людей, в доме, на улице. Если знаешь, я хожу в церковь, ко мне все обращаются, просят помолиться. Но даже сейчас я иду в церковь, неверующие мои со двора вот пишут, помолись там за эту проблему, за дочку, чтоб замуж вышла. Я им, конечно, говорю, что это, ребята, выходите в церковь, молитесь. Вы должны, как родители, своих детей промаливать и вести. Ну, если человек просит, мы же не можем отказывать. Конечно, я пишу записочки, я молюсь и прошу, чтобы Бог приводил в церковь. А сегодня отец Сергий будет молиться за Допинский, за Платки и за Илей и Сталпетский. Да. Я хочу засединиться в церковь, в общем, о свидетельствах. Каждый день на нас идут нападки, потому что мы верующие, потому что Бог нас высчит и дает нам чудеса. И Бог проверяет нашу веру, как мы будем относиться, ну, запаникуем мы или вот примем эту проблему в себя, для того, чтобы она действительно потом сказала у нас проблему. И я, как человек верующий, я веду молитву матери, я сразу же хочу просто обладать вас, что вы все здоровы, болезни ни у кого нет. Если человек принимает их на уровне своего подсознания, то эта болезнь, она в нем, конечно, прогрессирует и начинает прогрессировать и останавливается. А если болезнь отогнать, это вес, которого надо выгнать, изгнать, не допустить вообще свою душу, чтобы свой дух, свой разум она вошла, чтобы сердце бывает просто поступок. И вот, когда ты говоришь, нет, дьявол, пошел прочь, ты не победишь меня, потому что Бог за меня, кто против меня. Смотришь, болезнь раз, ты это что? То же самое с сударой. Кинешь и говоришь, пошел внуши до нас. И сударой это проходит. И даже не надо принимать аспартам. То есть я хочу вас просто всех взбодрить и сказать, мы верующие. Нет, Анаташа, чтобы немножко не ошибались, вот тут у нас доктор есть. Есть сударь, когда ложный фактор дьявол высылает, когда у тебя в организме все минералы и все остальное есть нормально, у тебя раз, сударь, это схватило. Тогда ты сказал, пошел год, и он убежал. А есть сударь, когда у тебя не хватает марния, калия, и здесь как раз премудрость ты принимаешь этот аспартам, а Бог распределяет туда, где он находится. Правильно, доктор? Но это мы знаем, что если мы принимаем мекарства, которые выводят, например, Гали из серка, то мы принимаем этот аспартам. Ну, да. То есть иногда есть люди супердуховные, которые говорят, вот я буду смотреть на наключатель, и свет включится. Нет, поднимите свое это место, подойди и включи. Ну, а свет Божий, который в тебе горит, пусть его всегда будет стоять. Аминь. В этом свете премудрость завеса в храме что? Разорвалась. Разорвалась. Аминь. Давайте раздадим Богу аплодисменты на начавшую криару. Хотя есть вещи, когда Бог может чудотворно восполнить физическую нужду. Если мы это видим в Верховном Завете, и в Новом Завете один священец сказал, что когда в пустыне не было пить, и Бог ему ответил, что пить внутри. И когда оно стало его откровением, жажда ушла. в пустыня, он не умер от жажды. Это его откровение. Понимаете? то есть, но это не было колодец, он не сказал, копай колодец, да, он сказал, ищи, пойди в магазин фанте, купи, он сказал, пей из источника, а здесь суть, если у тебя источник есть, ты пьешь, а если ты только говоришь, что есть, а его нету, как пить? Слава Богу. Давайте послушаем Валентину Ивановну. В прошлый раз я писала нужду за детей, которые находились в Севсоршинской больнице. Детки, я не знаю, какие там были сироты ранные, около 7 или 8 лет. И недавно я позвонила, мне просто женщина, которая там работает с сестрой, она говорила, что ухаживать за этими детками не кому было даже там, ну, короче, дети, которые никому не нужны, как-то, знаете, нет родителей и они находились там. Она она пенсия и очень маленькая зарплата, она покупала из своих денег что-то сладенькое, потому что дети хотели и так далее. Маленький дет. И я этот список, это и вся церковь молилась. И что получилось, я ей звонила вчера, она мне сказала, все деток разобрали уже, осталась только одна девочка, Анастасия, которая, это как мамы, нашли ее где-то с бомжами, которая не умела ни есть, ни пить, которая хлебала язычком воду, вот таким образом, понимаете, и она, у нее не держание из медикалов, ее зовут Анастасия, осталась такая девочка там, но она уже более-менее чему-то научилась, что если у кого-то будет побуждать Господь, просто молите за нее, она тоже маленькая девочка, я не знаю, что с этим делать, может, как бы, операцию иногда делать, или что, это вообще есть такие дети, но просто я хочу засвидетельствовать, что Господь работает, вот таких деток уже всех разобрали, осталась Анастасия, но я верю, что Господь ее исцелит, или будут сделаны операции, будут деньги на эту операцию, и делать, что тоже кто-нибудь усыновит, или дочерей, извините. Господь, мы благословляем Анастасию, мы благодарим, что тех деток разобрали дорогу, но мы молимся за немощное Господи, что чудотворное исцеление во имя Иисуса Христа, молитвы согласия, совместно с Духом Божьим, пусть ее, Господи, мышцы большой кишки, Господи, укрепятся, пусть, Господи, придет полное исцеление чудотворное восстановление, мы пускаем для этого ребенка прикоснись к ним, либо им принадлежит царство, значит и дары чудотворения исцеления доявятся во благо и обретет она еще, кроме Отца Небесного, родителей земных. Мы благословляем, чтобы эти родители были добрые люди, божьи люди, благословенные, папа и мама, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо Богу! Аллилуйя! Поддадим ему аплодисменты. Я хочу вам посвятить свои слова. Иногда мы не знаем, что происходит. Это хорошо, что Валентина Ивановна пришла к нам в гости, она член другой церкви, она просто любит к нам приходить в гости, особенно на причастие. И я вам скажу, что прошлую субботу меня как-то Бог положил на сердце нашего Алексея, тот, кто был в морской пехоте, помните, это отвезти на дачу 25 километров по дороге почти, ну так, чуть-чуть круг сделали. И у него мама, он уже столько лет верующий, у него полтора десятка и лидером был, и служителем, но мы остываем, и вера наша уходит. Он говорит, что маму мою никто не может привезти к покаянию, она курит, ну, еще, и мы заехали, ну, ровно, минут на пять, десять, там, может быть, то есть, мы завезли его, чтобы он там не шел пешком до остановки, это дача там неудобная, да, то есть, и я зашел, и за три минуты я маму привел к покаянию, вернее, Бог, это называется дар евангелиста, еще за пару минут я рассказал, что у ней болит и что она куда-то уходит, то есть, ну, не я, а Бог, опять-таки, это ему, Бог, вся слава за все, что он творит, но Алеша за свидетельство напомнил мне об одном свидетельстве, то есть, есть вещи, которые он был вчера, сегодня он живет с теми вчерашними воспоминаниями о Советском Союзе и как хорошо кумирами те, это одно, но то, что Бог творит, он не может не соглашаться. Два года назад, или три года, два года назад, он мне позвонил и сказал, что у него есть очень богатые миллионеры люди, состоятельные, и девочка в 14 лет упала, и у нее на спине до 17 вырос город, и она объездила от нашей Феофания, Германия до Израиля, и нигде ей не помогли. Вот, и я сказал, можно ли дать телефон, говорю, давай, ну, я привел к покаянию маму, я привел к покаянию досью по телефону, и сказал, 3 дня я с вами буду молиться, утром и вечером, если вы будете слушать, что это не одноразовый сеанс, а это Бог, и первое, что у меня было, я, слово знания, говорю, вы, наверное, обошли все гадатели, колдунов, бабок, экстрасенсы, они говорят, да, давайте начнем с того, что от этого надо покаяться и отремиться, ну, короче, три дня я с ними молился, потом они хотели ко мне приехать, Алеша сказал, что я живу на квартире, они сказали, что мы как-то пастору поможем решить этот вопрос, я это не знал, это он нам рассказал, я не знал, что кто-то хочет решать мои вопросы, там, Бог решет, короче, через две недели город исчез, вот, дайте Богу славу, да, и все, Алешу, просили, пойти, поможем, мы проедем, мы приезжаем, нас благодарим, я даже не спрашивал фамилии, иногда Бог делает, мы не знаем, но суть даже не в том, что вместо того, чтобы приехать там, ну, к священнику, хотя бы спасибо сказать, я там не ждал от них, хоть они там с отцами что-то говорили, то есть, они уехали на два месяца куда-то отдыхать, вот, за границу, ну, горба уже нет, все хорошо, и знаете, что меня порадовало, мне не порадовало даже то, что у ребенка не стало горба, меня это не так порадовало, как меня порадовало, что Бог через меня действует, даже там, где я не знаю, а насчет ребенка, я даже говорю, лучше бы, ну, как, с моих пониманий человеческих, я, Богу видней, раз он избавил от горба, то есть, и я и свидетельствовал, что у меня бабушки вот такие, как вопросительный знак, выровняли себе прястся, что-то творит, вообще не за две недели, хлоп был по спине, и она выровнялась, поэтому, иногда хочется, чтобы, лучше, ты с проблемой, но с Богом, чем ты без проблем, на Канарах, без проблем, но лучше в Украине с проблемой и с Богом, чем на Канарах без проблем и без Бога, то есть, как-то мне стало их жалко, честно говоря, но порадовало, что Бог через нас, что, действует, мне не пришла мысль, ой, хотя бы они нашли меня, отводы на релик, Библия говорит, даром дано, даром давайте, если Иисус исцелил, хотите, принесите дар священников, сегодня один Сергий будет служить, вы принимая, можете послужить ему тоже, благословением, то есть, материальным, или любым, то есть, мы, это нормально воспринимаем, но мы даром нам дано, даром отдаем, поэтому, может быть, вы где-то при дороге за кого-то помолились, друзья мои, верьте, что через вас, через вас, через вас могла уйти душевная боль, тут кому-то запало, слово, когда Миша сегодня зашел, посидел 10 минут, для чего-то 5 минут, я с ним пообщался, рассказал, угостил пряником, у кого-то пальцы на ногах исцеляются, у кого-то спина исцеляется, потому что вы постоянно неправильно как-то сгибаетесь, или что-то у вас, вам надо спину свою выравнивать, но Бог сейчас прикасается к вам, аллилуйя, примите это слово, это слово знания, молитвы за исцеление, отцом Сергием будем мы принимать вместе участие, ну, и так как у меня все плохо рассчитал правильно по времени, я вам обещал свидетельство, я одного СБУшника прочитаю, как ББЖника свидетельство, что? ходите свидетельство, дайте мне микрофон, на прошлом собрании я говорила, что там у меня были неполадки с сыном, с дочкой, и папец подошел ко мне, давно уже, я так слезала, он говорит, они к тебе повернутся, значит, с дочкой отношения наладились, а вот это пару дней назад, я никогда в жизни не ездила той дорогой, думаю, да, поеду на юность, нам что-то надо было взять, думаю, да, поеду этой маршруткой, я встала с этой маршрутки, себе иду, так я вообще по сторонам никогда, я так иду, глаза опустила, когда слышу голос, о, мама, а ты что здесь делаешь, навстречу мне идет сын, так что, спасибо пастыру Константину, через него сбывается, что я говорю, я думаю, я тебя сам увидел, через него сбывается все то, что он нам говорит, исцеляет нас, спасибо ему, потому что сына, Богу, спасибо, но Бог дает вам, и через Бога вы нам приняли, Бог дает вам, а вы к нам. А у вас на ногах, на обоях, два больших пальца, сегодня плохо сгибались, аж ломило их, а вот теперь вы можете на них встать, вот так вот, и сначала будет чуть-чуть больно, но все пройдет, попробуйте, попробуйте, попробуйте попробуйте, слава Иисусу, отдайте Богу славу, а у Бога смеха. Спасибо вам, как-то очень. Слава Иисусу. Вы всегда здоровы, для вас от семьи я была здоровой, мы вас очень любим, и я вам очень благодарна, мне столько радости в душе, потому что давно я с сыном не общалась, вот благодарю вам, спасибо, и Господу Богу, все, уже все наладилось, я говорю, мама, я позвоню, немножко так же закончили, и придешь, а то не было никаких, 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 но это Библия говорит, все они к тебе идут, дочеря это военные, на руках несут, сыновья к тебе идут, дочерей на руках несут, это раз я сказал, вот это пусто, дайте вам, Валентине, не камеру, не микрофон, а, Валя, пусть добавит, нам же свидетельство. Вы знаете, действительно, вот пастор, вы напомнили, что детские, мы даже не знаем, как Бог, ну, что-то сделает, мы когда-то, а я просто вспомнила, мы когда-то ездили в детский дом в Робда, и приехали туда вечером с помощью, и такой, был такой здоровенный, там, директор, Кабулянский, вот фамилия у него, и вот он ходит, и я говорю, ну что вы тут унесли, вот это вот, и привезли, вот гену дулу, да, зачем это мне все, типа, это было вечером, она говорит, вот пришли, попиариться, типа, а я говорю, скажите, а в чем вы нуждаетесь? Она говорит, да мне деньги нужны, мне то, значит, мне нужно, ну, в общем, короче, сколько-то денег, чтобы он что-то там построил в этом детском доме, и так далее. Он ходит вот так, сигаретой, в белом халате, а я говорю, ну, знаете как, может, я не права была, но, в общем, именно так я сделала, я говорю, а вы верующий? Спрашиваю, хоть он и курит, ну все, знаете, как православные, есть верующие, разные, они же по-своему, но Господь ради славы своей может что-то сделать доктора, что у человека прояснится в голове, и вот он говорит, да верующий, я говорю, ну давайте помолимся, беру его за большую его руку, и говорю, во имя Иисуса Христа, Господь, дайте деньги для этого строительства, во имя Иисуса Христа, аминь, 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 пришло недели две, я, вот он нам дали, хотели дать какую-то помощь в виде таких стульев для маленьких детей, чтобы, ну для маленьких детей, знаете, такие высокие стульчики, и я же думаю, кому же эти стулья, кому их предложить, и звоню ему, говорю, скажите, а может вот нам предлагают эти стулья, может это вам? Да, конечно, можно и нам, а это дом малютки, понимаете, это маленькие дети, он говорит, можно и нам, конечно, но, а вы, говорит, помните, что мы молились? Я говорю, да, помню, а что, короче, а мне, говорит, из бюджета выделили 2 миллиона, гривен, аллюлуйя, плавилось, и он все, мы же молились, а еще был такой случай, когда мы приехали в Баршевский район, там есть такая школа, Болошиновская, ну, НВК, там, учебный комбинат, называются сейчас эти школы, и директор тоже, мы что-то привезли, она говорит, вот, мы не можем забор построить, мы не можем то, мы не можем то, я говорю, Люба Тихоновна, насколько стоит этот забор, она там, ну, я не помню, это было уже лет 5 назад, ну, наверное, примерно, там, 11 тысяч, я говорю, да, давайте помолимся, мы тоже так же помолились за этот забор, она мне перезвонила, тоже, ну, через несколько дней, говорит, вы ушли, а мне, ну, как бы, вот в голову пришло, вот у этого попросить, вот у этого, я попросила там, 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 и у меня есть уже этот забор, просвети, да, вы, 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 какие-то, какие-то, ну, такие потрясающие, вот, много раз такое происходило, помню, мы приехали в один детский дом в Василькове, и директор тоже верующий, я помню эти темно-зеленые, или темно-синие краски, выкрашенные стены, это жуткое дело, и мы, когда первый раз приехали, просто начали молиться, и потом, вы знаете, в этот детский дом начали приезжать, и Интер, и один плюс один, они приезжали с подарками, с такими подарками, там, и печенье, и конфеты, и все-все-все, у них постоянно были люди, и когда мы приехали там, это, мы так, изренько приезжали, и когда мы приезжали там с какими-то своими подарочками, нам уже было как-то не очень, ну, что у нас скромнее подарки, чем у Интера, чем у один плюс один, и все, то есть Господь может сделать по нашей молитве намного больше, о чем мы думаем, и помышляем, еще хотелось сказать, что Бог всегда в контроле, мы иногда думаем, что как бы, вот там я что-то не так сделал, там не так сделал, Господи, прости, помилуй, я уже говорила, пастор, я недавно с нашим водителем мы попали в аварию, и хорошо, что мы были пристегнуты, и сильный удар у меня был, в руть, и, ну, как бы, не от этого, от ремня безопасности, именно, синяки и все, но, знаете, первое, конечно, Иисус, и потом, Господи, может я что-то где-то сделала, не так, Господи, прости, Господи, покажи, что-то, не снимай охраны защиты с меня, но потом на это пришло в голову, вот такое, что очки у меня, они, в общем-то, единственные, понимаете, когда я, я просто вспомнила, что эти очки, они как снялись с меня, и были вот на этой передней панели, аккуратненько лежать, то есть я позвала, что Господь в контроле, Он как снял с меня очки, и положил, аккуратно, аккуратно, то есть Господь, все равно, держит руку на нас, аминь. Слава Богу за такое чудное свидетельство, и прозрение без очков, аминь. Вот, и у кого-то колено, такое ощущение, как Бог вставляет его, это колено, вот одно колено, вот, как Бог вставляет, и я вам скажу, что у меня возрастной 3,5 очки, моя возрастная, но если вы спросите у моей жены, она говорит, мы уже очки, ведь я читаю мелкий текст в телефоне, постоянно почти без одного, без очков, почему я здесь одеваю, я не хочу щуриться, чтобы хорошо слово было вам слышно будет, и все с премудростью, а вы примите слово знания на исцеление глаз, кстати, у глаза у кого-то давление глазное, вот часто Бог показывает, что глазное давление, оно влияет на ваше зрение, примите это слово, и послушайте, что доктор хочет свидетельствовать, наш любимый Лука, Лука, Луку зовут Валентина Никам, доктор Лука. Дорогая церковь, микрофон говорит. Будьте благословенны, все здоровы и успешны, Господи. Я просто, мне захотелось засвидетельствовать, это было, ну, неделю тому назад, или полторы, когда был этот ураган на Киеве, вот, и, был, конечно, коснулся и района, лево-бережной, я просто была встреча с ночи, от того, что, дело громче. Крохотали этот, ну, пират по козырьку, вот, и ливень, ну, такой был, я такого не видела, это было молоко, это была сплошная стена, вот, а небо, оно просто горело, там не было зельных молний, там были просто костры, такие силы божьи, просто восхищение одно. Я закрыла, ну, все, что было открыто, вот, и знаю по интернету, я смотрела, где божьи суды проходили, по Европе, по Южной Америке и тому подобное. И я вышла на балкон, и, ближе всего, я сказала, умолки, прекрати, вот, с властью, ну, не бояться, ничего, абсолютно не было страшно. Но ничего, оно, я говорю, господи, не поваляют мне под домом деревья, и потом мне идет, кровь, я призываю, кровь ресурса на небесах, кровь ресурса, и возглавное, щелчок такой, это второй раз щелчок, я слышу, и непогодный такой, и пошел мелкий дождь. Я, конечно, стояла там, в проеме своей рамы, балконы, я пела, я радовалась, я раздавала Богу, отцу, оно всю славу и честь. Но я хочу сказать, что меня поразило в этом урагане, в этот раз. Значит, все, деревья, все нормально, все, рядом, там, русановские сады. И люди, там, полковники, в отставках, они принесли на площадку ведра яблок, яблок, и они говорят, что этот ураган раздел их деревьев. Не только сбросил яблоки, он даже раздел их листья. Поэтому, видите, а рядышком, это буквально рядом, поэтому выброшено. Вот для Юли тоже было не особенно, но там, где нужно было пройти сюда, они прошли. И главное, что это не, ну, какой-то, что Бог, насколько он умный, насколько он разумный, насколько он любящий. Он взял, он залил хрещать, он залил бессерапку, он повыдергивал старые деревья в каком-то парке. Наверное, специально, чтобы администрация наша благословенная что-то делала. А машину придавил, чтобы не хвастались. Но без людей. Но без людей. Крутые машины. Я хочу сказать, в связи с этим, наша церковь, она, как и другие церкви, тело Христа. Так, Христова, и мы связаны с головой. Мы тело, он голова. И он нам дал власть и силу. И мы можем ее в разумных случаях применять. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Ну что, друзья, великий чудо Леварева, да, то есть, слава Богу за Бога. То есть, мы сейчас приступаем к второй части служения. Я хотел прочитать вам. Ты тоже хочешь свидетельствовать? Да, дайте микрофон, любя. Сверетельствовать. Включите его. Здравствуйте, дорогая церковь. Я сидела и думала, говорить или нет. У меня такой, довольно-таки сложный был период в жизни. И когда? На прошлой неделе папа благословил мне о сумме денег. и решила, так, я с них отдам десятину. Ну, потратила там хлеб и так далее. Думаю, нет, я все равно за следующих любых денег я положу эту десятину. Мне приходят деньги, я ложу десятину. Папа звонил, говорю, пап, я, наверное, на карту перечислю, чтобы даже не потратить, чтобы не тронуть. А сама думаю, боже, ну, поверь, потому что, ну, ситуация действительно не из легких. Вчера это все корректирует,